Добрый вечер. Любимый мой день для общения с людьми и со всей страной, это вообще-то четверг, но так получилось, что гость, которого я мечтал давно получить в эфир, он может не по четвергам, а по пятницам. Сейчас, буквально через несколько секунд, в эфирную студию ворвется преподаватель Московского автодорожного института Марк Подольский. Марк Подольский, на мой субъективный взгляд, это один из лучших преподавателей МАДИ. Это человек совершенно с блистательной биографией. Он оставил очень серьезный, очень весомый след в истории нашего отечественного автомобильного спорта. Он по сей пору является достаточно часто судьей соревнований, ведущим соревнований. У него очень серьезная спортивная составляющая, при всем при том, что Марк Подольский в довершении к этому еще успешный бизнесмен, очень хороший преподаватель и, ко всему прочему, путешественник. Путешественник и автомобильный, и человек просто любознательный, путешествующий по разным поводам, по разным адресам. И Марк Подольский, это человек, с которым приятно поговорить на любую тему, но мы сегодня будем говорить на тему автомобилей, на тему автомобильного преподавания. Марк Подольский сейчас одевает наушники и врывается в эфир, и вот в эту секунду произошло наше воссоединение. Здравствуй, Марк! Добрый вечер! Я успел рассказать о том, насколько ты блистателен. Сейчас ты как раз эту мою заявку начнешь подтверждать своим умелым рассказом. Но тем у нас заявлено преподавание вообще в высшей школе нашей страны, и меня, как человека, которого еще какое-то количество лет ждет проживание в этой стране, потом пенсия, потом похороны под забором, интересует. Мы полностью разгромили систему высшего образования и среднего образования? Или вот на примере московского автодорожного видно, что пока еще есть какие-то очаги? Ну, к счастью для нас, разгромить это, видимо, все-таки невозможно, хотя, так сказать, движение выбрано правильно, в том смысле, как ты грустно немножко все обрисовал. Но вот ты же на протяжении очень долгих лет видишь, как развивается ситуация в МАДИ. Она улучшается или ухудшается? Вот по качеству преподавания и по качеству и мотивации студентов. Ведь это два вектора, которые либо соприкасаются, либо нет. Когда приходят мотивированные студенты и когда есть грамотные, заинтересованные преподаватели. Сергей, на мой взгляд, вообще всю систему образования все-таки надо немножко расчленить. Расчленить на две вещи. Одна часть, и она основная, довольно большая, она связана с передачей знаний, с передачей технологии образования, с передачей технологии овладения этими знаниями. А вторая часть, она тоже неотъемлемая часть любого образования, высшего и среднего, любого. Это воспитание, это мотивационная составляющая, которая тоже должна присутствовать. И вот здесь, надо сказать, что векторы довольно разные. С точки зрения технологий мы немножко улучшились. Нельзя сказать, что мы сейчас качественно и полностью соответствуем самым западным стандартам. Но если взять наши аудитории, то в них появились проекторы, в них появились там умные доски, в них появились лекции, которые уже не картонные и не ржавые там наглядные пособия, а появились 3D-изображения, которые помогают преподавателям передавать эти знания. А вот то, что касается мотивационной составляющей, то есть, к сожалению, на мой взгляд, это вообще не в компетенции какого-то вуза обеспечить вот этот вот вектор движения в высшую школу, в науку, в автомобильную, в любую другую. Это скорее такая социальная задача всего общества. Вот тут две, так сказать, задачи. Общество, кажется, не справилось с этой задачей. У меня такое подозрение. Вот я смотрю на молодежь, я знаю, что такое молодежь, я смотрю телевизор. Это как раз в одном фильме было сказано. Ты-то молодежь, можно сказать, прямо в глаза созерцаешь. Вот эти люди, они в МАДИ зачем пришли? Ну, очень разные, очень разные ситуации. И МАДИ действительно вуз, прежде всего, это солидный вуз с хорошей репутацией. С военной кафедрой. С военной кафедрой. И это тоже мотивационная составляющая, которая там мужскую половину населения привлекает со страшной силы. А половину? А кого больше, девочек или мальчиков? Это зависит от факультетов. Дело в том, что МАДИ развивается, к счастью, у нас появляются новые факультеты. Если взять там факультет экономической логистики, то там, естественно, 50 на 50, а где-то даже дам больше. Почему? Потому что бизнес-вумен, бизнес-леди сегодня это такое типичное явление. И, к счастью, это определенным образом престижно. То есть это опять из области мотивации. А если взять мужскую часть населения, то тут тоже разные ситуации. Часть студентов приходит по стопам своих родителей, которые в свое время получали фундаментальное, очень хорошее образование в МАДИ. И они, видимо, считают, что все так и сохранилось. Где-то так, где-то понятно. На самом деле сохранилось. Ведь во многих институтах произошла печальная вещь, когда долго не было пришедших на кафедру, например, аспирантов. И какие-то специальности были закрыты в связи с естественной смертью преподавателя. Вот преемственность этих научных, в том числе, знаний, она в МАДИ произошла? Не было закрытия кафедры из-за того, что дедушка профессор просто умер? Ну, такой ситуации я, к счастью, не знаю. Но если взять средний возраст преподавателя МАДИ, который больше 60 лет, то ситуация не самая, так сказать, радужная. Однозначно, да. Скорее, тут еще другая ситуация есть. Ведь дело в том, что МАДИ, оно состоит из двух частей. Это автомобильный и дорожный, так сказать, векторы развития наши. Дорожный иногда дает нам премьеров, типа Касьянова. Не только. Ну, об этом, так сказать, наверное, за рамками оставим нашего разговора. Дело в том, что, собственно, высшее образование, оно все-таки подразумевает определенное... Ну, опять спорят по педагоге, да, это там зажечь факел или это наполнить сосуд знаниями. И как? Наполняются сосуды-то? Сосуды наполняются. Но ведь сегодня информационные технологии существенно отличаются от тех, которые были тогда, когда наши 60-летние, так сказать, в среднем. А это значит, что часть людей уже и за 80 перешагнула. Ну, карбюратору учить, конечно, можно уже с точки зрения исторического познания, но они про впрыск ведь тоже в курсе. Да, нет, это-то проблемы нет. Прыск появился еще до Великой Отечественной войны, так что все нормально. Спасибо там Бошу, Мерседесу и всем остальным. И профессора-то про это все прекрасно знают. Дело чуть-чуть с другом. Дело в том, что, скажем, та система, которая была, когда я еще был студентом, и я довольно долго учился, система библиотек, система читальных залов, она сегодня практически упразднена. По одной простой причине, почти никто не работает с бумажными ресурсами, с полиграфиями. Не хотят, не умеют. А нет острой необходимости. Почти все ресурсы переведены в электронный вид. Вторая ситуация, современное знание, которое относится к автомобилям, и к дорогам тоже, и к дорожным технологиям, она в основном черпается из-за рубежа. А поехать в библиотеку в Оксфорд, в читальный зал, видимо, трудновато для студента, независимо от того, кто у него родитель, во всяком случае, массово это не происходит. — Сходил на выходные в библиотеку. — Да. И в результате получается, что те, кто хотят получить знания, а это в МАДИ представлено, они работают в интернете, естественно, в основном. А в интернете не надо сидеть в читальном зале, в МАДИ прекрасно работает Wi-Fi, пожалуйста. — Вот, Марк, скажи, всегда был разрыв между школой и качеством подготовки человека, который закончил школу. У него, как правило, не хватало обычных базовых знаний для института, нужно было как-то еще с репетиторами готовиться. Вот сейчас ЕГЭ, в частности, которое уничтожило очень многие направления в нашей стране и привело студентов, особенно вот с национальных окраин, у которых блистательное ЕГЭ и полный ноль в голове. Вот это как-то в МАДИ привело немотивированных людей? Они там есть? Или МАДИ это настолько специфическая тема, что нафиг никому не нужно потасовывать данные ЕГЭ ради этого? — Ну, мы не живем на необитаемом острове, к сожалению, да, и, естественно, эта волна захлестнула. Более того, я по своей дочке смотрю, помлашенькой, ситуация с ЕГЭ — это такой удар в пах вообще всему нашему образованию, очень болезненный, и я не знаю, как мы его будем преодолевать совершенно. Почему? Потому что даже если человек просто попытается получать знания через систему ЕГЭ, то он значительную часть очень ограниченного учебного времени, в сутки все равно 24 часа, из которых там хотя бы 8 ребенку надо спать. Так вот он то время, которое отведено на учебу, будет натаскиваться на эти тесты вместо того, чтобы образовываться. Мы не сделаем 30 часов в сутках, чтобы ребенок сначала еще и получал те самые знания, которые воспитывают креативное мышление. Все, чем мы были богаты, чем наша страна была действительно одарена усилиями определенного количества людей. И в этом смысле все, кто проходит через СИТ и ЕГЭ, они уже изуродованы, да, вот они искалечены вот этой тестовой системой. Когда человек сдает правила движения вот по этим билетам, ну, наверное, да, для того, чтобы сделать это очень быстро, есть смысл. Но когда этот человек, сдавший по билетам правила дорожного движения, выезжает на дорогу, у него могут быть неоднозначные ситуации, которые уже чреваты очень серьезными последствиями. В науке невозможно подготовить ищущий ум через систему тестов. Его надо учить по-другому. И у нас были прекрасные школы, школа Ландау, школа Капицы. В МГУ колоссальное количество было креативных школ образовательных. Данил Борисович Юлькоин, Василий Васильевич Давыдов, которые готовили действительно мыслящих людей. Вот система ЕГЭ, она действительно искалечила тот материал, который приходит к нам. Он искалечен, но не до конца изуродован. То есть из него что-то можно делать. Но тогда от педагогов требуются дополнительные усилия, которые должны вернуть будущему инженеру инженерное мышление. Это не тест. Это совершенно другой. Это инженерный способ мышления. Но школа не занимается подготовкой людей к будущей инженерной жизни. У школы теперь задача, чтобы ребенок получил по ЕГЭ максимальное количество баллов. А если это какая-нибудь национальная окраина, то нам ему просто дарят, поскольку, слушай, у нас так принято, да? И он приходит потом к вам. У вас вот есть количество людей, у которых блистательные показатели ЕГЭ, и видно, что они абсолютно деревянные? Конечно. Конечно. А куда же деться? Мы же не живем, я сказал, мы не живем на необитаемом острове. Это сумасшедшая проблема. К счастью, я работаю на так называемой выпускающей кафедре. Мы берем студентов, когда они уже прошли ситы физики, математики, химии. То есть вот этих дисциплин, по которым, оказывается, знаний у них нет. Более того, может быть, есть какие-то, даже если они добросовестные ученики. Ну, сейчас мы приведемся на новости и продолжим оплакивать наше образование. Сегодня у меня в эфире преподаватель московского автодорожного. Раньше он назывался институт, а теперь еще он и академия. Нет, он государственный технический университет. Но нам сохранили вот эту известную всем аббревиатуру. Он государственный московский автомобильный дорожный государственный технический университет МАДИ. Да, вы слышали преподавателя Марка Подольского. Мы только что говорили о том, как кооператив «Озеро» и товарищ Фурсенко при помощи ЕГЭ разгромили в нашей стране все-таки среднее образование. И сейчас как раз переходим на высшее образование. Вот разрыв между школой, качеством школы и институтом, он как был, так остался и даже увеличился. А теперь мой вопрос уже как пользователя, человека, который ездит иногда на этих машинах и точно ездит по этим дорогам. Откуда берется разрыв между тем, чему учат студентов в МАДИ, и той практикой жизни, которая дает нам в итоге плохой асфальт, плохие машины. Вот разрыв увеличивается. Почему это происходит? Или он не увеличивается? И студенты блистательные вторгаются в великолепную систему, и потом мы получаем нано-дорогу в Сколково, которая через два перехода через ноль разваливается в дребезге. Все более хорошие студенты строят все более плохие дороги, все менее качественно обслуживают все более хорошие автомобили. Я бы высек бы это, если можно, на входе в МАДИ в золоте. Дело в том, что мы живем в обществе, да, и это общество не исчерпывается той или иной высшей школе. Я хочу сказать еще раз, что МАДИ один из немногих вузов, которым удалось сохранить вот эту свою старую тенденцию. Как раз значительным образом, благодаря тому, что средний возраст, преподаватели старше 60 лет. Старая школа, старая гвардия. Это старая гвардия, реально. Это те люди, которые работают явно совершенно не за деньги, хотя, в общем, хлеб насущный для них также необходим. Это люди, которые, во-первых, помнят, а во-вторых, значительным образом стараются сохранить определенные традиции. И вот то, о чем я говорил в первой части, определенные трудности, связанные и с новыми информационными технологиями, то есть с появлением интернета. Им трудно? Им очень трудно. И далеко не все могут справиться с, так сказать, активным использованием новых технологий. Да, они используют там проектор с презентациями красивых картинок вместо бумажных плакатов. Уже значительно меньше из них могут собрать соответствующее количество там анимаций, которые демонстрируют наглядно, как взаимодействуют механизмы, те или иные, или узлы и агрегаты автомобиля, или дорожные техники, или там то, что связано с дорогами. Еще меньше могут активно использовать это для формирования кругозорного специалиста, которого мы готовим. Вот в этом, так сказать, есть некоторый вопрос. И дальше мы начинаем упираться в ситуацию в обществе. Дело в том, что вся высшая школа, она выполняет определенный социальный заказ. У нее нет собственной такой жизнедеятельности. Это некая вторичная, да, обслуживающая функция, которая должна создавать там элиту, инженерную элиту, управленческую элиту нашего общества. Но когда общество не предъявляет этих требований, более того, оно ставит очень жесткие рамки, в которые мы должны выпустить специалистов. Это дело касается, ну, не всегда автомобильных технологий, не всегда дорожных технологий, а иногда касается определенных законов управленческих, в которых мы выпускаем этих людей. И вот тут, естественно, есть у нас определенные сложности. К счастью, мое собственное направление, которым я занимаюсь, это автомобильный спорт. И там все-таки чуть-чуть поинтереснее и поспокойнее с точки зрения вот таких социальных моментов. Почему? Потому что, ну, есть возможность тех не очень большого количества людей, которые этим интересуются. И, строго говоря, даже трудоустроить. Сейчас же нет системы распределения обязательного, как это было раньше. Ты обязан там было на три года уехать куда-нибудь вглубь страны, даже если ты до этого жил на Арбате в Москве. Сейчас ситуация наоборот. Есть некоторые проблемы трудоустройства у, так сказать, выпускников. К счастью, опять-таки, сфера... Дело в том, что в Москве, ну, и в России, естественно, было два таких ведущих вуза. МАМИ и МАДИ. Если МАМИ готовила, скорее, конструкторов, создателей автомобилей, то... Ну, мы были близкие, пересекались. У нас тоже готовили. Но значительным образом МАДИ-ские специалисты, это люди, которые должны были грамотно эксплуатировать технику, находясь, опять-таки, на переднем фронте этой эксплуатации. Сегодня техники автомобильные, которые надо эксплуатировать, такое количество, что плюнуть некуда. И, естественно, эти специалисты востребованы, но, к сожалению, не все они востребованы на инженерном уровне. А мы продолжаем готовить специалистов, инженеров, то есть людей, которых обучаем пять лет. У нас же еще в высшей школе одна беда. То есть переход на двухуровневую систему образования. Балакавриат, то есть то, что раньше готовили техникумы. Недоинженер и даже инженер. Вот. И магистры — это те, кто обучаются шесть лет и которым надо дать что? И тут очень большой и серьезный вопрос. Слесарь-бакалавр и магистр-инженер. Ну, вот где-то, наверное... Шутка про слесаря Акушера становится постепенно реальностью. Во всю и значительным образом. Сейчас опять вот пока не грохнул кризис, да, значительным образом востребован. Это который? Это который в восьмом году? В каком? Или в девяносто восьмом? Какой кризис? Или в семнадцатом? Нет, кризис, который вот мы с нетерпением ждем с Кипра, должны его подвезти. А, этот, самый свеженький, понятно. Вот. У нас опять очень востребованы наши выпускники, но часть из них уходит реальными механиками на автосервисы, да, на фирменные, да, с хорошей зарплатой, о которой там педагоги МАДИ даже не мечтают. Они в месяц получают больше, чем мы там за полтора года. Но при этом... Или уходят в автосалоны продавать автомобили, квалифицированно объясняя, что такое дифференциал повышенного трения, установленный там на автомобиле, как он работает или какие-то там... Люди, которые могут, не запинаясь, произнести фразу «перераспределение крутящего момента по осям» и полюбоваться эффектом в глазах блондинки. Вот. Вот эта область, она потребляет наших специалистов, но им нет необходимости давать полный действительно объем знаний. Их диплом бакалавра вполне устроит. Самое смешное, что он начинает устраивать их по форме, да, не только по цвету, по содержанию, а еще и по форме. И это, в общем, очень здорово. А дальше, я вот перед эфиром долго думал, а вообще обществу-то нужны вот эти инженеры, которых мы самозабвенно пытаемся воспитать из людей, искалеченных ЕГЭ, людей, искалеченных телевидением нашим, по которому показывают огромное количество сыщиков, слегка переступающих закон, но при этом сеющих разумное, доброе, вечное и обезвреживающих страшных преступников. И вот в этом смысле появляется такая, ну, двоякая ситуация. Один из фильмов моего, так сказать, детства, ну, уже юности, наверное, да, который обеспечил мою... Сейчас мы узнаем возраст Марка Подольского. Нет, не так все про... Давай про юность. Вот. Иду на грозу. Даниил Гранин. Да? Вот. Я и читал эту вещь, и писал часть выпускного сочинения про него. И 1965 год. Это было. Когда я писал сочинения, это не я родился. Все-таки раскрылся. Вот. А вдруг я был второгодник. Сильно причем. Так вот, ситуация тогда, это было увлекательно, это было престижно, это было интересно. Сегодня из тех, кто заканчивает МАДИ, людей, которые остаются преподавать, единицы. И я так подозрительно на них смотрю. А им-то это зачем? Ну, понятно, моя жизнь прожита, да, прожита очень интересно, увлекательно. Мне очень хочется передать колоссальный багаж собственных знаний по эту сторону границ, приобретенных. И потом поделиться этими знаниями. А им-то это зачем? И зачем? У меня нет ответа на этот вопрос. То есть они просто оказываются в роли сосуда, который надо заполнить. Они подставились под вот это вот заполнение и сказали, ну, а там видно будет. Еще по сижу годик-другой-третий. Сосуд, Сергей, это из другой области аналогии. То есть это... Что, воспламенение там происходит? От сжатия? Ну, какое-то воспламенение действительно происходит. Потому что, когда человек остается, скажем, в моде, это мотивационный момент. Это не технический. Там, людей, которые сегодня пишут кандидатские, докторские диссертации, есть какое-то количество. Причем, в отличие от горячо обсуждаемых сейчас в обществе, это реальные работы. На удивление. Писать очень тяжело по некоторым темам. Вот тут у меня... Легко, да? Так, какие хорошие тайны выплывают? Нет, это совершенно не тайны. Да, дело в том, что действительно в технике, может быть, чуть легче завуалировать эти вещи. Но, с другой стороны, в технике чаще всего ковыряются люди, которым интересно ковыряться в технике. Почему? Потому что человек-кандидат технических наук, он особых социальных привилегий не получает. Ну, только визитную карточку, которая мало кому интересна. Да, вот эти три буквы через точечки неприличных. Ну, не сильно это не влияет. КМС иногда круче звучит в этой связи. Ну, да, согласен. Мне приятнее две буквы иметь МС, так сказать, чем эти. Но ведь мы же должны опять, да, воспитать определенную интеллектуальную жилку, да, которая должна... Она самомотивирована. Если не дать ее умереть, она все равно будет жить, хотим мы этого или не хотим. У нас единственная есть возможность сделать ее чуть более активной, приобщившись к ней, отдав свою душевную энергию, да, свою интеллектуальную энергию. Если мы не будем этого делать, да, она будет гораздо бледнее, но она все равно пробьется. Если взять времена Инквизиции, я думаю, что там было чуть похуже, чем с ЕГЭ в нашей школе, да? Да, есть такое ощущение. Но, тем не менее, в результате мы получили эпоху Взрождения, да? Ну, результатец тот еще, конечно. Как послесловие к Инквизиции, знаешь ли? Если можно, то без прелюдии хотелось бы. А самое смешное, что вот мы сейчас с тобой уходим в область совершенно далекая от инженерии, мне бы этого делать не хотелось, но очень сложные времена наши с эпохой индустриализации связаны, и те решения, которые не то что спорные, а однозначно негативные, уничтожившие огромную прослойку интеллектуальной нашей страны. Ты какой период имеешь в виду? Ну, культ личности там после, так сказать, ну, после середины 20-х годов, где-то оттуда начиная, когда еще культ личности, в общем, не было, но уже началась политика революционного террора вот эту. И мы получили совершенно жуткую ситуацию, да? Было создано, созидание было больше, чем сейчас, когда в годы перестройки вроде бы дали свободу, и, так сказать, не создаются предприятия, ни малые, ни большие. Ну, а то, что создается, это исключение, которое как раз подчеркивает, что общие правила, в общем, не в эту сторону. Перерыв на новости, потом продолжим. Марк Подольский, преподаватель МАДИ у нас в гостях, и скажи, пожалуйста, Марк, ведь еще одна маленькая тайна твоей биографии, ты преподаватель не только МАДИ, но и преподаватель университета, прости, пожалуйста, который как называется, который где находится в Латинской, в Южной Америке? Университет Технологикал Дель Перу, в Лиме. В Перу. Марк преподает в том числе и в Перу, в университете. Расскажи о разнице, о разнице студентов, о разнице мотиваций, о разнице университетов. Ведь специальность приблизительно такая же, ведь он же автодорожный? Нет, он университет технологический, там инженерный факультет, университет огромный. То есть политех на наши деньги? Нет, он, политех это вот там 2-3 факультета инженерных и около инженерного. А сам университет, он полностью покрывает философию, пиар, маркетинг, рекламу, все, да, да, скорее МГУ. И в этом смысле он отличается от МАДИ, естественно, хотя в МАДИ тоже есть там уже и факультет управления, и достаточно, так сказать, интенсивно работающий. Контингент обучаемых немножко другой. Для меня вообще, так сказать, в моем зрелом возрасте, когда я был глубоко уверен, что я уже давным-давно все знаю, а уж про студентов тем более, с более чем 40-летней педагогической практикой профессиональной, которая там в трудовой записана, реально это еще больше на какое-то количество времени. Когда я попал туда, для меня это была серьезнейшая школа. Вот, видимо, сама идеология студентов, которые произошли от тех самых инков, да, фильм «Аватар». Вот философия живущих там людей, она значительным образом объясняется через призму этого фильма. Они намного более естественны. Если у нас высшая школа значительным образом еще заражена, да, вот этими высокопарными фразами, такими не очень понятными к практическому применению предметами, которые, может быть, понадобятся, а, скорее всего, и нет, то там этого нет, там очень практичная вся высшая школа. Она настолько нацелена на решение конкретных задач, более того, она привязана к стремительно развивающейся экономике Перу. Перу такая экономически очень хорошая страна с точки зрения инвестиций, это для нашей аудитории, просто если у кого-то есть интерес в эту сторону. У них есть газ природный, огромное количество. Вот повезло людям. У них есть золото, огромное количество. У них почти вся таблица Менделеева на юге страны, в районе Арекипа, там стремительно развиваются. У меня из моих первых выпускников 18 человек работают там с разной очень сложной автодорожной техникой, с дорожной техникой и со специальной техникой, там горнодобывающие, все прочее. Они очень благодарственные письма пишут относительно того, что удалось их правильно сориентировать. Но это-то заслуга, опять-таки, той фундаментальной школы, которая была у нас в свое время в Советском Союзе. Более того, и приглашение нас, там, нескольких специалистов МАДИ, которые там периодически читают лекции, оно и было, потому что декан инженерного факультета закончил МАДИ в свое время, закончил аспирантуру МАДИ, защитился и помнил вот эту вот очень серьезную, внимательную дорожку, которую тогда в высшей школе старались проторить и сохранить. Но там практически у меня не было ни одного студента, как здесь в МАДИ, у меня есть несколько студентов, было и наверняка будут еще, у которых жизнь все решена. У них все нормально. Они в МАДИ пришли получить корочку, в лучшем случае, да, ну, там, поживиться какими-то знаниями, но за реальными знаниями они потом съездят там, куда надо, в Массачусетс, в технологические университеты, получат их там в полном объеме. Почему? Да потому что, к сожалению, МАДИ, несмотря на ее богатство, она реально богатая, да, она не обладает теми информационными ресурсами, которые сегодняшний день отражают. Там нет книг про Формулу-1, почему? Потому что это ноу-хау, который глубоко засекречен, их нигде нет. Ну, хотя бы там 12-15 летней давности материалы хотелось бы иметь. А они уже не выходили, потому что 12-15 лет назад у нас это все благополучно было похоронено. В Перу, вот чем они интересны, они отгородились от США в свое время. У них нет американских машин на улицах, иногда попадаются там, тех же самых там 60-70-х годов, как на Кубе, да, и все. Вся автомобильная техника у них теперь уже корейско-китайская, в основном, естественно, они очень стремительно туда идут, и дальше работают законы экономические. Но ни Корея, ни, естественно, Китай не могут предложить им вот образовательную систему, обладателями которой, носителями которой мы пока являемся. Вот это фундаментальная инженерная, фундаментальная научная школа, это наше сокровище, которое мы рискуем действительно так присыпать пеплом. Оно ими оценено правильно, и там имеет благодатные всходы. В силу того, что они не ставят себе звездных задач, они там не удваивают ВВП. Они делают маленькие конкретные шаги, у них есть колоссальное количество проблем там. Две трети страны это Сьерра, это горы, и это действительно продвинутые люди, которые шаг за шагом с индейской дисциплинированностью и рациональностью, они не делают ни одного шага, но не от лени, они не делают ни одного шага нерационального, ненужного. Они не гадят в свою среду там, ну много у них этих плюсов. И вот это вот отношение рациональное, которое иногда воспринимается как ленность. У меня был этот вопрос, да, в начале самого пути, когда я вижу, что они... Пока они не поймут, что им это нужно, они это делать не будут. Как только убедится, все, он начнет тратить землю, он это сделает. Так вот, их движение, оно такое интересное, поступательное. Одна треть страны это сельва, это дельта Амазонки. Вот там все, каннибализм, нормально, пираньи, крокодилы, анаконды. И на эту часть страны вот эта идеология не распространяется. Более того, там есть фрагменты, куда, к сожалению, начала распространяться колумбийская ситуация. Потому что там 12 урожаев в год, и понятно, что лучше выращивать то, что находит моментальный сбыт за сумасшедшие деньги. Скажи, у них высшее образование платное, нет? У них всего несколько государственных бесплатных вузов. Я работаю в частном университете, образование платное, и отбоя от желающих нет. Конкурс, я как-то попал в один из своих приездов и видел количество желающих сдать документы. Учередь начиналась на первом этаже, заканчивалась на третьем. То есть конкурс такой, которого в наших вузах уже давно не видели, по крайней мере в МАДИ. Ну, в МАДИ-то, к счастью, еще и есть конкурс. У нас более одного человека на место было, и мы не приняли всех желающих вот в этом учебном году. Чуть больше было. Но это тоже сумасшедшие проблемы. Действительно, люди не понимают, зачем им идти за высшим образованием. На дневное отделение, то есть вот в лоб. Многие, да, пытаются по той социальной модели выстроить свою жизнь, когда надо подумать там о достатке, о том, о сём, о высшее образование. Не всегда такой явный помощник вот в этом векторе развития. У перванцев есть вечернее образование? Есть. Тоже есть вечерники, которые днём работают где-то там. Да, и вот интересно, у меня первая группа особенно была так и сформирована. Я занимался с ними вечером. Где-то процентов 70 было молодые ребята, только со школьной скамьи. А процентов 30 это были взрослые люди, которым было за 30. Они все уже трудоустроены. Все работают в серьёзных конторах. Там у них лейблы всякие, там, Тойота, там, Катерпиллер, что-то ещё. И они учатся, и они каждый раз, декана удивило, у меня после лекции всегда там ещё минут 40 ответы на вопросы на разные. А поговорить? Это не поговорить, это выяснить ситуацию. Они пришли за совершенно конкретными знаниями. По-первых, они очень серьёзно меня ставили в тупик. Иногда я брал паузу, я говорю, стоп, вот давайте сейчас я вопрос себе записываю, зафиксирую, отвечу после следующей лекции. На каком языке ты им отвечал? Ну, сначала пытались на русском, потом перешли на английский, и абло испаньол, лунпока, потом пришлось до лякаха до велоседана. Выучить испанский язык. Но поначалу, то есть выяснилось, что эти люди ещё и с английским языком, ко всему прочему. Ну, далеко не все, к сожалению, поэтому пришлось доучивать испанский, который я не доучил, я только в самом начале пути. Вот, естественно, активное использование жестикуляции. Ну, это нормально. Все остальное. То есть, а студенты, которые приходят к тебе в армию, их не забирают? У них есть возможность спокойно совершенно долбить свою профессию? У них нет обязательной службы в армии совершенно. То есть, это люди приходят действительно уже мотивированные. А вот этот разрыв у них между их школой средней, после которой они приходят студентами, он ощутим, как у нас, у них вот этот барьер там ЕГЭ, Кооператив Озеро, уничтожающий среднее образование, у них как это стоит? Ты знаешь, мне сложнее. Я же занимался там с людьми, которые тоже уже на специализации находятся. Они закончили в своём ВУЗе изучение математики, физики, химии, там вот этих дисциплин. Базовых основ. Школьных, продолжение школьных дисциплин. Но там, где от них требовалось знание физики, химии, там материаловедения, вот этого всего, у них, могу сказать, ничуть не хуже, а местами мне даже было легче. Особенно там, где требовалось знание определённой компьютерной техники, определённых компьютерных технологий. То есть в автомобиле, особенно в конструировании автомобилей, сегодня это очень активно присутствует, все эти SolidWorks и всякие симулирующие, моделирующие программы, которые позволяют понять, как функционируют узлы и агрегаты, но или там промоделировать это с точки зрения изменения режимов эксплуатации, особенно у нас в автомобильном спорте. Автомобиль стоит баснословных денег, топливо к нему стоит огромное количество денег, шины тоже, аренда гоночной трассы. Естественно, проще попытаться найти 2-3 варианта, которые потом уже проверяются на трассе, но найти их из тысячи, да, в виде компьютерного моделирования. Вот та база компьютерного моделирования, у них она очень хорошо развита. То же самое относится и к дорожной технике. Там к какому-нибудь горноразрабатывающему комбайну, ему надо поставить какие-то ножи под каким-то углом, в зависимости от того, какой будет грунт. Естественно, надо сначала просчитать тот вариант, потому что когда его там уже внедрили, его назад вытаскивать очень сложно и перестраивать что-то еще. А он может начать не работать или там сбоить, или вообще пошли отказы. Вот перуанские студенты, они эксплуатационники, они учатся чему? Или они учатся в том числе конструированию? Ведь в Перу как там с автомобильной промышленностью? Никак. То-то и дело. Они выпускают. У аргентинцев, у бразильцев есть, а в Перу-то нет? Нет. И когда я первый раз был, это был 2010 год, они подписали с корейцами договор на создание автосборочного завода, но до результатов это не довело. Вот. В автомобиле же, так сказать, с точки зрения, есть серийное производство автомобиля, да, массовое. Есть серийное, но не массовое, например, в нашем Арусе. Единичный экземпляр изготовлен. О, в нашем Арусе, она подходит только для того, чтобы ею гордиться. Вот. А есть автомобили, которые, так называемые, направление, которое называется тюнинг, да, то есть это доработка автомобиля. И тогда, перед тем, как что-то затюнить, да, что-то изменить в этом автомобиле, надо понимать, в какую ты область торгаешься. Если это подвеска, то надо понимать, что произойдет с плавностью хода, что с управляемостью, что с устойчивостью. Будет это ли автомобиль поворачивать, останавливаться и все прочее. Вот этому я и хочу. И, скажем, у меня из первого выпуска трое ребят, у них вообще уже свои тюнинговые фирмы. Они занимаются тем, что они дорабатывают там продукцию массового корейского, китайского и латиноамериканского автопрома. У них действительно там бразильского, мексиканского, полно всего этого дела в основном. А из последнего выпуска двое ребят действительно хотят, там у них сумасшедшая проблема с городским транспортом в Лиме. Там в столице живет 30% населения страны. Нам это знакомо. Не совсем. Там есть свои нюансы. А Собянина у них там нет местного какого-нибудь, у Свистюйска местного? Не хотел бы обсуждать эту проблему, мне показалось, что пока нет. Везет же людям, а? И у них метрополитана, это отдельно выделенные полосы для общественного транспорта, но на них попасть невозможно обычному водителю. Они там отгорожены бордюром. Ездят автобусы, которые они делают сами. Они останавливаются точно так же, как у нас на станциях метро. Они останавливаются на станциях автобусов, которые такие же. Скондиционирование туда так же заходишь, но садишься не в поезд метро, а в автобус. И вот дальше очень интересно. Они развязываются там эти, съезжаются, переехают на разные маршруты. Забавно сделано. Вот это единственное, что они делают с точки зрения автопрома своего. Перерыв на новости, потом продолжим. Сегодня у меня в гостях преподаватель двух университетов. Один из них это МАДИ Марк Подольский, а другой Марк Подольский, преподаватель перуанского университета в Лиме. Практически по одной и той же специальности. Кстати, телефон, если кто хочет позвонить, пообщаться с преподавателем сразу двух вузов, 65 10 9 9 и 6, на портал к нам пришло сообщение совершенно замечательное от выпускника МАДИ 1985 года, от Андрея. Он строитель автодорог, прекрасный вуз он его хвалит, прекрасное образование получило моё поколение. А дальше мне очень понравилась эта шутка. Магистр из МАДИ это МАДИСТР. Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что завтра первая суббота апреля, по традиции это день встречи выпускников МАДИ. Все, кто заканчивал МАДИ, МАДИСТРы приглашаются в родной вуз. Всем будем рады. К сожалению, не удалось растопить весь снег перед входом МАДИ в этом году. Но я думаю, что это не сделает встречи менее тёплых. Ну, зато асфальтик немножко сполз с самой малости. Опять ты старая. Сейчас положат гранитную плитку разноцветную, всё будет хорошо. Она не будет гранитной, она будет просто плиткой. Вот ещё, какие есть вот эти сравнения между перуанскими студентами и нашими, между системой образования в Перу? Ведь Перу это та страна, на которую мы по-имперски смотрим немножечко свысока. Ну, она маленькая, вообще непонятно где на другом континенте. Вот такое ощущение, что нам уже пора многому у них учиться. Ну, мне приходится учиться испанскому языку. Я очень рад, что в мои зрелые годы, да, есть стимул, который заставляет двигаться дальше в процессы самообразования. И с этой точки зрения, опять ещё раз, да, вот это, видимо, индейская рациональность, достаточно серьёзное, внимательное овладение знаниями, теми знаниями, которые необходимы в данный момент, ну, там, на ближайшем будущем, и дальше, насколько понимается вектор собственного развития. А у них вообще инженеры, это престижно? У них престижно. Или человек с высшим образованием, в принципе, априори престижно? Ну, у них вообще бум образовательный. Огромное количество в Лиме частных университетов, которые занимаются подготовкой кого угодно. И поскольку я одно из образований получал в МГУ, когда ещё был единственный в СССР беспартийный ректор, не в обиду тебе будет сказано, он говорил, что у меня 16 факультетов и факультет журналистики, он никак не мог объяснить, почему в МГУ присутствует журналистика, это не наука, в принципе, а университет должен готовить учёных, да, то есть там, где есть предмет науки. Были отдельные вопросы с географией. Почему? Потому что тоже нет предмета науки, есть единственные планеты, её надо изучать, а это уже технология. Это скорее геология. Вот, и, не, ну, а климат, а там какая геология? А там те же самые океанологии и всё прочее, это же к географии относится. И вот вроде бы, но потом они сказали, что, а мы потом полетим к другим планетам, мы уже будем вооружены знаниями, и тогда это науках в общей возможных... Вот это научное, да. И с этой точки зрения у них нет вот этих супервысоких целей, да, там изучать вот это. У них очень много вот этого образовательного, но у них-то система 4-х и 6-летнего обучения. И мы в этом университете готовили специалистов как бакалавров, которым читали один объём курса знаний, и магистров, вот в этом году, там сколько уже, 62 магистров вышли, да, с которыми мы работали. И они уже 6-летнее образование имели, они действительно с определённой самостоятельной инженерностью. И с тех, с кем я активно общаюсь, наших выпускников перуанских, далеко не все находятся на переднем курсе инженерии. Они всё-таки связаны с активным использованием инженерных знаний, с той сложной техникой, которая в уникальных там условиях работает. И в этом смысле, мне кажется, что и наша система старая, советская, когда образование было 5-летнее, и когда были техникумы, она может быть даже чуть-чуть более адекватной. Почему? Потому что тогда же было большее количество ступеней техникум, то есть было ПТУ, которое сейчас вообще отсутствует. Это люди, которые умеют держать в руках молоток, гаечный ключ, не роняют его себе на ногу или там сосед, умеют открутить, прикрутить гайку. Если для откручивания, прикручивания гайки необходимо какое-то количество технических знаний, он получает их в техникуме, но определенный процент его труда всё равно связан с рукоделием. Дальше, если он работает уже с механизмами у Кульмана там или... Но иногда крутят гайки, когда там проводят испытания или научный, или инженерный эксперимент. Это специалист. Потом у нас была аспирантура и система кандидатов наук, и потом были доктора наук. Это топ науки. Сейчас в результате мы пытаемся сделать бакалавров, магистров и докторов. Всё. А перуанцы? А перуанцы, у них нет этой жёсткой фиксации, но у них вот эта система, бакалавр, магистр и доктор. И при этом почему-то возникает ощущение некоторого качества их знаний, поскольку они очень нацелены всё-таки на результат. Это да, но у них нет академии наук в том понимании, в котором-то есть у нас, да. Это хорошо или это плохо? Это плохо. Это однозначно плохо. И им есть... Нет, у них есть эта система, да. И она просто немножко не такая развитая. Дело в том, что у Перу есть колоссальная история. У Перу есть колоссальная геология. То есть вот те науки, да, которые требуются, у них там нет ядерной физики пока. Но у них стремительно развивается химия и все прикладные области химии, потому что, я говорю, у них есть вся таблица Менделея, у них крупнейший в мире запас лития. Понятно, да, то есть это тоже требует определенных технологий. Но ведь чем был силен Советский Союз? Я действительно помню вот те годы, когда академия наук, когда ученые, когда вот эта вся наша элита, это действительно была реальная элита. Во-первых, она пользовалась заслуженным уважением, и это было престижно быть ученым, с одной стороны. А с другой стороны, она, может быть, не на сто процентов, но, на мой взгляд, все-таки больше, чем сейчас, она работала в практике, да. И именно поэтому мы ушли вперед в космосе. Именно поэтому у нас были определенные разработки в оборонных технологиях. У нас та же самая ядерная физика, та же самая Дубна. Вот эти-то вещи делались в Перу, этого пока, к сожалению, нет, да. Но они, как мне кажется, и мне бы это очень хотелось, более того, я буду прикладывать собственную энергию, чтобы они двигались вот в этом правильном направлении. То есть оно им все-таки нужно? Нужно, конечно. У нас Сергей на линии. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, вот я в пытность застал, скажем так, вот автоспорт отечественный, застал массовый тюнинг, и что интересно, в отсутствие альтернативы, когда, в общем-то, был только ВАЗ, люди творили чудеса. Это моторы с два раза больше мощности от номинальной, это система выпуска, которых нет у мировых производителей, и которые глушат сами себя за счет резонанса. Но что интересно, это все часто делалось энтузиастами, и, в общем-то, для этого не учили. Это к вопросу об уровне и о школе. Когда нету школы, тяжело что-то сделать. И в Перу, мне кажется, тут надо долго. То есть, ну, каким-то практикам можно, а вот понимание – это сложнее. И вот жалко, что у нас эта компетенция тоже теряется. – Ну, да, в общем, что-то у нас теряется, что-то находится, и, конечно, разрыв между нами и Перу есть, но благодаря Марку Потольскому, например, у них потихонечку разрыв сокращается. – Ну, вы мне льстите, коллега. Ничего, что я вас коллегой называю. Сергей, просто ситуация какая с тем же самым тюнингом у нас, да? Ну, поскольку я в автомобиле достаточно давно. – Да, всю жизнь. – Да, всю жизнь. И я выяснил, что первые свои права я получил более 50 лет тому назад. Да, и все эти годы я занимался активно и мотоспортом, и автоспортом. И внимательно следил. Более того, там, лет 20 назад, когда там чуть-чуть распустились границы, открылся мест западного автоспорта, причем с его инженерией. Удалось заглянуть довольно глубоко, более того, и воспользоваться его плодами, когда мы в 2000 году выигрывали у команды «Лукойл» чемпионат России, там личные команды чемпионат Санкт-Петербурга, и выиграли. Так вот, к сожалению, оценка тех изменений, которые вносились в наши всякие транспортные средства, они, на мой взгляд, она не совсем адекватная. Но при этом то колоссальное... – Не совсем адекватная – это что? – Ну, не делал никто у нас выхлопов такие, как делала, скажем, выхлопная система «Хонда», до сих пор непревзойденная. Атмосферные моторы лучшие в мире у них. Не хочу делать рекламу этой фирмы. А в то же время там те же работы... Академика Гули, вот первое, что пришло в голову в связи как раз с работами, которые в МАДе сейчас стремительно развиваются, это маховики, которые запасали энергию, да, в связи с экологическими разработками, разработками экологического транспорта. А суперактуальные темы на Западе только-только начинают развиваться. А у нас все это было в 60-е годы. Журналы «Моделист», «Конструктор», «Техника», «Молодежь», «Знания и сил», «Юный техник». Они об этом писали активно, да, были всякие конкурсы. И вот если бы была система патентования у нас правильная, люди, которые тогда бы оформили патенты, они сейчас бы озолотились, да, они жили бы точно так же, как изобретатель счеток в свое время, да, получил сначала 3 миллиона долларов с одной фирмы, тогда, когда-то были сумасшедшие деньги, машина стоила 1200 долларов. Никто этим тогда у нас не занимался. А вот эта креативная сфера творчества технического, колоссального, она в нашей крови, что ли, да. И мы, скажем, ну, чтобы Емель же специально изобрел печку свою, да, на которой ездить, чтобы с нее только не слезать. И вот эта вот креативность наша, которая значительным образом, на мой взгляд, от такой лени идет. Собосновимость перуанской, на первый взгляд. Да, да, но только у них она от рационализма вообще, от природного, да, а у нас она еще имеет некоторую... Биологическая особенность. И вот это вот мне тоже очень нравится, но это, наверное, тема все-таки другой передачи. Но, получается, у нас фундаментальнейший запас прошлых поколений, а вот сейчас-то, в 21 веке, мы с чем вступили? Ведь мы вот вокруг этого как раз и ходим, что да, мы много чего изобрели, да, в 60-е годы мы были молодцами, да, мы гениальны совершенно, ребята. А сейчас? Ну, сейчас у нас все-таки система высшего образования потихонечку, ну, мягко говоря, не рвется вперед. Но я же тебе говорю, что есть в образовательных технологиях есть определенные непрорывы, но серьезные успехи, и я сам с удовольствием пользуюсь и 3D-анимацией. Ну, это понятно, это к МАДИ не имеет отношения, это в целом во всем мире оно пришло, оно есть, и потихонечку, естественно, достигло наших берегов. А в МАДИ есть кафедра инженерной педагогии, которая тоже занимается определенными разработками, они тоже, к сожалению, не совсем авторские и МАДИйские, но, опять-таки, это определенные приемы, которые позволяют или должны позволить вырастить все-таки ту смену, но... Вырастим? Я вообще не сомневаюсь. Растим. Растим. А чем мы занимаемся? Почему по обе стороны континента? Это был Марк Подольский, преподаватель сразу двух университетов. Прощаюсь с вами до понедельника. Прощаюсь с вами до понедельника.